Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня мы в режиме видеосвязи поговорим с первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инвестиционному развитию и предпринимательству, первым заместителем председателя Союза Машиностроителей России Владимиром Гутеневым. Добрый день, Владимир Владимирович. Мы снова с вами встречаемся в таком видеоформате видеосвязи. По миру продолжает бушевать эпидемия коронавируса. Я думаю, мы к этому вопросу еще обязательно сегодня вернемся в нашем разговоре. Начнем мы с недавно принятого закона о квотировании госзакупок. Понятно, что этот закон окажет поддержку российской промышленности, но нам, как представителям Ульяновской области, интересно все же, что этот закон даст Ульяновской области. И когда планируют утвердить перечень продукции, в отношении которой будет применяться требование обязательной минимальной закупки. Рад приветствовать зрителей, слушателей. Конечно же, была надежда в начале осени, что закончится время заочных встреч, и мы сможем уже в привычном формате общаться, обсуждать и решать различные проблемы. Но, к сожалению, видим, что везде идет очень высокий темп и рост заболеваемости. И поэтому чрезвычайно важны вопросы, которые будут помогать как предприятиям, и большим, и малым, так и всем жителям, в том числе и нашего региона, легче справляться с теми вызовами, с которыми мы сталкиваемся из-за пандемии. Не секрет, что падает и покупательская способность. Мы видим, что ряд предприятий тоже переходят на удаленку и порой сокращают зарплаты. Все равно все мы тревожимся, сохранятся ли наши рабочие места. И поэтому очень важно использовать те резервы, которые у нас есть, для того, чтобы поддержать отечественную промышленность, ну и как следствие, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне с точки зрения и работы, и зарплаты. И должен сказать, что буквально в последний день весенней сессии, на последнем пленарном заседании, было принято, на мой взгляд, эпохальное решение. За него мужественно бился наш оборонный вице-премьер Игорь Иванович Борисов. Именно правительство внесло этот законопроект, и он легко прошел в первом чтении, но затем очень сильное противодействие со стороны естественных монополий заморозило ситуацию. И только активность Юрия Ивановича, прямое обращение к президенту, указания нашего президента позволили нам принять этот важный закон. Этот закон поправки в два закона, мало, наверное, что это скажет слушателям и зрителям, это 44-220, это законы, которые касаются закупок, госзакупок, закупок крупных компаний. Речь идет о том, что мы сталкиваемся очень часто с ситуацией, когда отечественное предприятие, завод, фабрика выпускают весьма и весьма неплохой отечественный продукт, и такой номенклатуры много и у нас в Ульяновской области, а потребитель считает возможным для себя приобретать зарубежный. Причем зарубежный может быть хуже по параметрам, может быть дороже, но тем не менее, или сложившаяся практика, или порой коррупционные мотивы заставляют часть денег, бюджетных денег тратить не совсем эффективно. Вот по оценкам экспертов, принятие этого закона, а он принят и уже подписан президентом, закон о квотировании, который не допускает покупки зарубежной продукции при наличии отечественного аналога, должно только за счет нацпроектов увеличить объем российской продукции за 4 года, за 4 года, которые закон будет действовать, пока нацпроекты, примерно на 1,4 триллиона рублей. То есть, 3,4 миллиарда рублей – это тот довесок, который может получить отечественная промышленность, и я уверен, получит. Соответственно, это налоги, которые пойдут на решение социальных вопросов, это места для сотрудников и работников, но самое главное – это очень сильный и мощный сигнал для потенциальных инвесторов, которые понимают, если они раньше на наш рынок могли выходить с продукции, произведенных в Китае, в Германии, в Вьетнаме, то сейчас есть прямой резон инвестировать в создание предприятий или расширение собственных мощностей на территории России, чтобы продукция была российской. И поэтому для Ульяновской области, в которой, ну, я думаю, один из лучших инвест-климатов создан, с этим никто, этому никто не оппонирует, все признают, что в Ульяновской области команде Сергея Ивановича удалось, ну, наверное, в пятерку лучших войти по стране с точки зрения радушности в приеме как российских, так и зарубежных инвесторов. Поэтому для нас это новые возможности, не только по увеличению объемов производств на уже работающих предприятиях, но и хорошие перспективы по возникновению новых. А что будет с теми предприятиями, которые все равно захотят закупать иностранные какие-то компоненты вместо отечественных аналогов? То есть этот закон полностью исключает такую возможность? А здесь очень просто. Как только возникают отечественные компоненты, то, соответственно, финишер, который выпускает финальную продукцию, ну, допустим, есть в Ульяновске, к примеру, предприятие, которое производит станки, и оно берет там ДМГ Мори, да, к примеру, и оно берет какой-нибудь там блок управления и покупает его, поскольку отечественного аналога нет, где-то за рубежом. Как только появляется отечественный аналог, для того, чтобы сохранить статус российского, ДМГ Мори будет покупать тот же российский блок, разумеется, если он не худшего качества. Но мы сталкиваемся очень часто с чем? С определенной хитростью со стороны зарубежных поставщиков, когда они или на этапе формирования проекта тех или иных работ закладывают уникальные характеристики, или при проведении тендеров говорят, ну, допустим, ДМГ Мори выпускает станок, ну, условно, там, с скоростью вращения шпинделя, допустим, 5000 оборотов. А нечестный и непорядочный организатор конкурса, который хотел бы, чтобы выиграла какая-то зарубежная, альтернативная компания, поставляющая такое же оборудование, закладывает, допустим, параметр не 5000, а 5100 оборотов. И, то есть, подгоняет под конкретную продукцию избыточные технические характеристики. Вот большая ответственность для таких злодеев и достаточно полный реестр продукции с их техническими характеристиками, а также необходимость перенять успешно работающую практику тех же американцев, которые в 1933 году приняли закон «Покупай американское, нанимай американцев». То есть, они защищать свой рынок очень активно начали с 1933 года. И вот если какой-то американский чиновник для госнужд приобретает, неважно, там, строительный материал, какое-то оборудование, произведенного не на территории Америки, то к нему будут возникать чрезвычайно жесткие вопросы, если есть американский аналог. Я считаю, что внедрение такой практики, протекционизм по отношению к российским производителям, это первейшая задача, потому что мы никому не должны отдавать свой рынок, особенно в условиях санкций со стороны тех стран, с кем мы имеем торговые отношения. Спасибо большое. И следующий вопрос тоже о российском производстве, но производстве уже электроники. В конце сентября состоялся форум «Микроэлектроника-2020» в Ялте. И в своем приветственном слое вы сообщили, что к 2024 году объем экспорта российской микроэлектроники нового поколения достигнет почти 20,5 миллиардов рублей. А к 2030 году 48,8 миллиардов рублей. Такой план представила министерство госкорпорации «Ростех». Хотелось бы узнать ваше мнение, как вы считаете, это действительно реально и так будет, или все-таки здесь есть какие-то вопросы и сомнения? Действительно, буквально несколько недель назад прошло очень большое мероприятие в Ялте с участием вице-премьера, курирующего и оборонку, и гражданскую промышленность и энергетику Юлия Ивановича Борисова с участием большого числа представителей IT-компаний, компаний электронной промышленности, около 1500 участников. И, конечно же, очень важно было для участников видеть, особенно накануне принятия нового бюджета в Государственной Думе, что ждет их отрасль. Не секрет, что мы в Государственной Думе от правительства сейчас получили проект бюджета на следующий год, где есть целый ряд существенных сокращений. Причем с некоторыми из них я с трудом соглашаюсь, или даже не соглашаюсь. Это касается снижений затрат на исследования, на формирование научно-технических заделов. В гражданке больше, в оборонке меньше. Но мне кажется, что все равно снижение этих позиций, наверное, стоило бы постараться избежать. Есть статьи бюджета, где достаточно серьезно снижаются объемы государственного финансирования, но в этом есть определенная логика. Чем более напряженный бюджет, тем важнее выбирать точки прорыва, где эффективность вложений будет высокая, где вложения обеспечат и технологическую, и экономическую безопасность страны. И вот в качестве примера является статья бюджета, которая касается развития радиоэлектронного комплекса, то есть производства элементно-компонентной базы, в том числе и защищенной. Защищенная от ионизирующего излучения, это импульс для развития нашей космической программы. Так вот, бюджет увеличен на радиоэлектронную промышленность фактически в три раза. С 40 до почти 120 миллиардов рублей. Это очень большие деньги. Но мы видим, что электронно-компонентная база уходит все в большую эффективность и меньшую размерность. Уже и 28 нанометров, и 14. Сейчас речь идет вообще о 6 нанометрах. Открываются новые, весьма перспективные направления, связанные с квантовой технологией. Это не только квантовая криптография, это и вычислительные системы. И поэтому, наверное, это очень хорошая новость. Новость не только для тех, кто работает в радиоэлектронной отрасли, но и кто использует их компоненты. Мы в Ульяновской области столкнулись с чем? Наш замечательный проект, это среднемагистральный самолет МС-21, черное крыло, которое должно делаться у нас, пострадало из-за санкций. В части поставки композитных материалов, японских, американских. Аналогичные тонкие места существуют и в электронно-компонентной базе. И поэтому вложение государства в развитие радиоэлектронной промышленности, причем оно, видите, трехкратное, лишит возможности влиять на целые отрасли нашей промышленности. Это двигатели строения, приборостроения. И, конечно же, ульяновский бизнес, ну, косвенно, конечно, от этого тоже получит и большую устойчивость, и большие преференции. Поэтому я очень надеюсь, что те цифры, о которых вы говорили, это увеличение экспорта, в том числе российской микроэлектроники, о чем говорил Ростех в своей стратегии. Причем микроэлектроники нового компонента – это та конкурентноспособная среда, где мы должны не просто бороться за победу, где мы просто обязаны выигрывать. Я знаю, и мы все знаем, что вы проводите замечательный форум «Инженеры будущего». Несколько лет назад он проводился у нас в Ульяновске. И в этом году он проходил тоже в необычном онлайн-формате. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как ульяновцы себя показали на этом форуме и где планируется провести следующий форум? Может быть, снова мы его будем встречать? Спасибо большое за вопрос. Действительно, мы вместе с вами проводим форумы. Причем один раз этот форум прошел на ульяновской земле. Это был 2018 год. Причем в жесточайшей конкурентной борьбе среди 16 субъектов Российской Федерации команда Сергея Ивановича оказалась наиболее убедительной. И когда мы проводили форум, мы каждый день убеждались, что выбор был абсолютно правильный. Не только большое число команд участников, а в тот год от Ульяновской области принимало участие 12 команд. Но и волонтеры, которые нам помогали, вузы, которые находятся на территории Ульяновской области, команда Сергея Ивановича Морозова, конечно, обеспечила очень комфортные, хорошие условия. И уже стало доброй традицией каждый год проводить в новом регионе. Как правило, проводится такой жесткий конкурс среди губернаторов, которые говорят о том, что именно их регион больше всех заслуживает проведения в следующем году. Но в этом году у нас конкуренции не получилось. Потому что аргумент, который привел Алексей Геннадьевич Дюмин, губернатор Тульской области, был достаточно исчерпывающий. Но то, что команда Тульского госуниверситета впервые за все время проведения форума, мы проводим уже 10 лет, впервые вуз стал победителем в командном зачете Международного молодежного форума «Инженеры будущего», наверное, послужила тем аргументом, в результате чего президент нашего союза Сергей Чичемизов, руководитель госкорпорации «Ростех», принял решение ответить подтверждением на запрос Алексея Геннадьевича Дюмина по проведению следующего форума на Тульской, также весьма и весьма гостеприимной земле. Мы должны сказать, что это уникальный случай, потому что противостоять мощным командам очень тяжело. Вот я просто хочу привести пример, что в этом году от Ульяновской области в форуме принимало 6 команд. В принципе, это, в общем-то, неплохо, но по сравнению с теми 12, которые были в 2018 году, некий небольшой шажок назад, но тем не менее. Ульяновский госуниверситет занял из почти 300 команд вполне приличное 38 место. Ульяновский госуниверситет занял 77-е, фактически в два раза несколько подотстал. Входящий в концерн «Алма-Сантей» Ульяновский механический завод, но он выступал в составе концерна, занял 28-е место. Средневолгская ПМС, ФСК, федеральной сетевой компании ЕС России занял 12-е место, но в лидерах в очень мощную команду, в команду Объединенной авиационной корпорации входило два предприятия Ульяновска. Это «Авиастар-СП» и это «Иркут-Ульяновск». Вот они в составе команды «УАКа», мощнейшая команда, куда входило, наверное, десятка-полтора предприятий, мощных авиазаводов. Это и «Иркутск», это и «Комсомольск-на-Амуре», это и «ВАСО», Воронежское производственное объединение. Вот они командой заняли третье место. А гордый Тульский университет смог на виражах обойти и Объединенную судостроительную корпорацию, «Алмаз-Антей», и корпорацию тактического ракетного вооружения. И поэтому в этом году мы приняли решение, чтобы поощрить в том числе и амбиции вузов. В этом году у нас, помимо Туликов, прекрасно выступил Московский авиационный институт, где руководителям Михаил Асланович Пагасян, председатель комиссии общественной палаты Российской Федерации в области науки и образования. Поэтому конкуренция была большая, причем не только в командном, но и в индивидуальном рейтинге. Но кроме того, как всегда и бывало, у нас была очень насыщенная программа, не только образовательная, но и спортивная, и деловая. Очень много было интересных гостей, в том числе и за рубежа. Ну и, конечно, «Вишенкой на торте» был традиционный конкурс Мисс Форум. И здесь я должен сказать, что ульяновским красавицам равных не было. Ну, во-первых, жительница Ульяновска, она у нас сотрудница Авиастара СП, ведущий инженер-программист, Баженова Юлия, стала абсолютной чемпионкой. Завоевала титул Мисс Форум, причем очень серьезно обойдя всех остальных конкурентов. Сергей Иванович Морозов был очень горд этим. Он несколько раз на мероприятиях внешних, а губернатор принимает участие в значимых мероприятиях для нашего Союза. Как раз на этом акцентировал внимание. Действительно, в Ульяновской области традиционно очень много предпринимается мер поддержки молодых специалистов, особенно в области машиностроения. В прошлом году была запущена региональная программа о первом рабочем месте, когда работодатель получает выплату за трудоустройство и адаптацию нового сотрудника. Несколько губерний уже этот опыт переняли у нас. Буквально тут несколько недель назад был принят новый комплекс мер Ульяновской области по содействию тудаустройства выпускников образовательных организаций наперед до 2022 года. Тоже очень интересная программа. Ну и буквально 30 сентября на ЗАГС собрании региона был принят уникальный закон о правовом регулировании вопроса статуса молодых специалистов Ульяновской области. Поэтому в повестке кадровой подготовки Ульяновская область очень часто задает моду. И мы на одном из самых знаковых мероприятий которые проводим в преддверии Дня машиностроителя на площадке МВТУ имени Баумана мы считаем что Бауман это вообще для нас ведущий вуз такая базовая площадка мы проводим трехдневные мероприятия это научно-технические конференции подведение итогов и приглашаем интересных руководителей общественных деятелей на панельную дискуссию это вице-премьеры министры замы министров руководители крупных корпораций и иногда губернаторы вот в этом году правда на удаленке или нет на удаленке у нас Азаров выходил а Сергей Иванович у нас по-моему даже вочно присутствовал принял участие и как правило общаясь с молодежью иногда возникают вопросы и спорные и дискуссионные вот и когда мы спорили о том где наиболее квалифицированные кадры где наиболее грамотно развернутая система и приводили различные аргументы как одно из конкурентных преимуществ для Ульяновской области Сергей Иванович говорил о том что помимо хороших университетов замечательных производственных мощностей для молодых людей которых можно привлекать из других регионов есть еще одна прекрасная история это невероятной красоты ульяновские девушки приводя пример что мисс форум стала жительница Ульяновска поэтому этот аргумент был услышан и много задавалось довольно живых вопросов от представителей крупных корпораций о том какие зарплаты на предприятиях Ульяновской области какие программы по обеспечению молодых специалистов жильем поэтому можно рассчитывать не только на местных выпускников но и на тех заинтересованных выпускников Бауманки и МАИ которые клюнут на красоты нашего региона может быть это как раз и повлияет что если уж не в следующем году то через год или может быть попозже Ульяновск кстати ставший в этом году городом трудовой доблести вновь примет форум но помимо того что есть форум молодых инженеров и есть проект называемый звезда у Союза машиностроителей есть еще проект который направлен на поддержку тех людей которые уже зарекомендовали себя хорошо кто уже перешел определенный рубеж в профессии я говорю о так называемом реестре независимых директоров расскажите пожалуйста что это за реестр и как в него можно попасть ну помимо тех проектов которые инициирует сам союз машиностроителей России Лига оборонных предприятий причем проектов которые получили большое признание в том числе от нашего президента и поддержку это самая крупная в стране школьная олимпиада звезда это вот молодежный форум инженеры будущего о котором мы говорили по поводу этих мероприятий президент дал конкретные поручения федеральным органам исполнительной власти поддерживать их есть еще целый ряд мероприятий которые мы реализуем по просьбе крупных государственных структур и в прошлом году был создан кадровый резерв оборонно-промышленного комплекса курирует эту задачу коллегия комиссии военно-промышленной комиссии и помимо резерва специалистов генеральных директоров главных конструкторов была поставлена еще задача сформировать реестр независимых директоров то есть в состав акционерных обществ органов управления акционерных обществ где есть советы директоров руководство страны считает целесообразным включать с рынка представителей бизнеса то есть тех людей которые или имеют свой бизнес или имеют опыт работы в крупнейших ведущих российских зарубежных компаниях и готовы были бы помимо основной своей работы делиться опытом знаниями контактами работая в совете директоров в качестве внешних независимых директоров что позволит увеличить конкурентоспособность наших предприятий союз машиностроителей россии лига оборонных предприятий на своей базе создали такой реестр сейчас нами подготовлен уже целый ряд соглашений с ведущими общественными организациями на днях будет заключено соглашение я анонсирую это с деловой россией с торгово-промышленной палатой но вольно-экономическое общество но и ассоциации выпускников ведущих вузов таких как московский государственный институт международных отношений мгимо там мощнейшая ассоциация выпускников которые успешны не только как руководители российских но и зарубежных предприятий это и руководитель замечательного проекта россия страна возможностей Алексей комиссаров с ним мы тоже планируем подписания соглашения но уже сейчас идет тесная работа и чуть меньше сотни руководителей предприятий крупных управленцев сейчас уже находятся в нашем реестре структуры которые заинтересованы в привлечении таких компетентных людей уже сейчас шлют запросы мы конечно вынуждены с одной стороны сохраняя анонимность с другой стороны давать возможность с помощью фильтров до этой базы задавать параметры по опыту работы в той или иной узкой отрасли по масштабам предприятия как с точки зрения объемов производства так и количество работающих людей по географии международных отношений подбирать эти кандидатуры и рекомендовать их к включению в советы директоров в качестве независимых директоров это возмездная достаточно высокооплачиваемая работа которая позволит предприятиям входящим в контур оборонно-промышленного комплекса брать специалистов из гражданки поскольку задача поставленная нашим президентом по диверсификации оборонно-промышленного комплекса то есть выпуска гражданской продукции она чрезвычайно важна и мы способствуем ее решению и в заключении наверное тема без которой к сожалению увы нельзя обойтись это тема пандемии коронавируса сейчас все больше эксперты и специалисты говорят что начинается вторая волна эпидемии кто-то говорит что это продолжается все еще первое но тем не менее факт остается фактом что действительно ситуация не из самых простых и в этой сложной ситуации на первый план выходит вопрос о поддержке промышленности о поддержке предпринимательского сообщества будут ли какие-то новые меры или все обойдется только разовыми какими-то выплатами или все же планируется какие-то ввести новые регулирующие инструменты для этого ну во-первых я думаю что как и все представители бизнес-сообщества я очень надеюсь на то что не будет карантинных мер и как уже заявляло и руководство нашего правительства и руководители крупных субъектов в том числе Собянин накануне выступал говорил о том что мы будем максимально стараться не вводить меры направленные на изоляцию поскольку для бизнеса и для тех граждан которые работают на предприятии это очень серьезный удар и для нас очень важно найти разумный баланс баланс между стремлением как можно быстрее побороть пандемию а меры изоляции конечно же этому способствуют а с другой стороны не угробить собственный бизнес потому что жить на руинах это конечно очень такие нерадостные перспективы пока это удается сделать и удается сделать во-первых потому что вирус стал менее агрессивный он сейчас более мягко относится к человеку к своему хозяину которого он поражает с другой стороны наши врачи сделали огромный шаг вперед в части протокола влечения и сейчас мы наверное одна из лидирующих стран не только по отношению числа заболевших на 100 тысяч жителей но и в первую очередь по числу летальных исходов то есть у нас замечательные медики ну и конечно же то что есть резервные мощности для госпитализации вселяет определенную уверенность но самое главное мы накапливаем тот необходимый популяционный иммунитет ну и то что успешно проходит завершается тестирование третьей стадии спутник В а помимо него еще две вакцины это вакцина векторовская которая уже тоже приступила к стадии испытания на добровольцах вот эти вот вновь разработанные вакцины которые помимо популяционного иммунитета должны помочь нам преодолеть легче вот эту вот вторую волну я думаю сомнений нет никаких действительно это волна и волна большая по крайней мере в Москве ставятся рекордные цифры ежедневно заболевших но тем не менее конечно же правительство сейчас готовит дополнительные меры поддержки как показала практика какие-то меры сработали очень хорошо какие-то меры оказались не вполне эффективны и работа над ошибками это очень важная составляющая повседневной жизни правительства я думаю что надо дать еще больше свободы регионов в плане выработки стратегий потому что каждый регион он уникален и по своим отраслевым спецификам и по объемам пандемии поэтому делегирование полномочий чтобы не из центра диктовали на что направлять те или иные финансовые ресурсы но с другой стороны и ответственность будет увеличиваться мне кажется это одно из тех лекарств одна из тех мер которые должны способствовать более эффективному использованию бюджетных средств но опять же мы с вами в самом начале разговора вели речь о том что необходимо за счет импортозамещения а закон акватирования он как раз это дает увеличивать объемы выпуска продукции увеличивать объемы заказов увеличивать количество рабочих мест я очень надеюсь что в Ильяновской области не будет перехода по крайней мере в ближайшее время на частичную работу в удаленке потому что у нас не настолько большая плотность но тем не менее очень много зависит от нас для того чтобы работала работал бизнес малый средний для того чтобы кафешки парикмахерские ресторанчики сервисные службы работали важно чтобы мы соблюдали меры индивидуально предохранялись носили маски в магазинах после того как заходим домой обрабатывали руки дезинфицировали то есть очень много зависит от нас и снижение количества заразившихся я считаю что это перспектива ближайшей недели полутора мне кажется что мы сейчас уже выходим на некое плато больших тревог я так понимаю что не Минздрав не Роспотребнадзор сейчас не испытывают есть готовность с точки зрения аппаратов опять же наращиваются объемы вакцинации уже не только представители групп риска врачи учителя административные работники проходят вакцинацию но и вновь разработанная векторовская вакцина насколько я понимаю и насколько говорят специалисты она будет как бы чуть мягче и она будет более показана для людей серебряного возраста для мамочек для тех кто имеет детей на грудном скармливании и поэтому мне кажется что наша страна наша экономика сейчас достаточно хорошо подготовилась к этой второй волне но насколько высока будет эта волна по большей мере зависит от нас поэтому я призываю жителей Ульяновской области заботиться о своем здоровье беречь себя и своих близких и я уверен что очень скоро мы выдохнем переведем дух и начнем быстрее движение вперед поэтому удачи вам всем хорошо будем надеяться что действительно мы сможем очень быстро преодолеть эту волну и в следующий раз мы уже с вами сможем поговорить не в заочном режиме видеосвязи а уже очно большое спасибо всего доброго удачи отец « Продолжение следует...